Спасибо. Не нашего храма, но храм-то Божий и Матери Божией. Мы здесь являемся его прихожанами, этого храма. И, конечно, как мы уже слышали, весь в прокуратии, что это единственный храм, оставшийся из всех, которые были в граде Урыпинской, в станице Урыпинской. Так получилось, что Матерь Божия, ее чудотворные иконы явленные, она вот пребывала и пребывает здесь. Когда-то она исчезала, потом опять появлялась. Сейчас, слава Богу, мы имеем с вами две иконы такие, да? Еще одна корпия есть в городе Волгограде в Казанском соборе, находится, сделана, сребрены, написано в 1907 году. Вот. И, конечно, для нас это очень важно, потому что мы чувствуем покров Матери Божией. Казаки всегда, у них было обостренное чувство, такое веры. Почему обостренное чувство веры? Потому что всегда человек, когда находящийся на грани между жизнью и смертью, он чувствует особенную связь с Богом, с Святой Богородицей, со всеми святыми. А казаки, как мы знаем, это были те, кто охранял рубежи нашей здесь Родины. Вот. Дикое поле, как звали эти места, они, конечно, здесь поселились и являлись таким, ну, пограничным заградителем отряда. Станицы были большие, мы даже сейчас вот знаем, читаем исторические документы. Огромные были станицы. Вот, например, станица Зотовская, 17 тысяч человек, и сейчас там 40 человек проживает. Огромный храм там, честь знамени иконы Божьей Матери. А вот 40 человек осталось только в этой станице. Да, вот как таким... Как Мамай прошелся по русской земле. Все равно, что сколько людей было уничтожено, сколько уехало за границу, покинули наши места, и сейчас уезжают, и сейчас уже покидают казаки, уезжают в какие-то другие места. К сожалению. Но мы все-таки чувствуем защиту Матери Божией, ее покров здесь нам, потому что она нас защищает, милует. И мы к ней приходим, молимся, просим ее помощи, просим ее защиты. И, конечно, у кого нас еще просится? У нашей Матери, Матери Божией. И, как сказал один из известных священников, куда говорят, вы едете, у вас тут выезжает, как люди спрашивали одного священника, известного очень духовника в России, и когда начались проблемы с таким, как Новохоперский, вот с этим, с разработкой, он сказал, куда вы едете, у вас же тут чудотворная икона Матери Божией. Почему-то мы к ней забываем обращаться, порой решаем какие-то свои проблемы, думаем какими-то политическими такими методами решить, демонстративными, когда люди выходят и начинают требовать. Вот, дайте нам то, дайте нам это. Всегда ведь русский народ прибегал к чему, когда были трудные времена, да? Постой к молитве. И когда весь народ именно в таком едином порыве, как можно так сказать, в едином чувстве, в едином стремлении, именно весь старался проститься, то, конечно, никакой враг не устоит, ни внутренний, ни внешний. Как недавно святейший патриарх так и сказал при встрече именно с атаманами, с духовниками казачьими, говорит, ну, если вы казаки, вы не поститесь, как вы можете победить кого-то, да? Это, конечно, относится именно к нам, очень близко к нам, к казакам, потому что казаки все-таки это исповедники и защитники нашей Родины и нашей веры. Поэтому здесь вы их предки, да? Вот. Вы здесь кто? Потомки, то есть вы потомки казаков, которые здесь вот жили, которые строили этот храм. Смотрите, какой они храм построили, какие храмы были? Христо-Рождественский, Вознесенский собор, огромные, да? Почему так строилось? И вера была у людей, да? А сейчас мы, к сожалению, вот смотрим, ходим мимо храма, да? И как бы, и забываем, что вот она наша Родина, вот она наша Мать, где мы крестились, венчались, вот, причащаемся, исповедуемся. Ну, тут, конечно, отходим, вечность к Богу отходим, вот здесь, и нам должно быть, ну, не обидно, а мы должны все-таки стремиться, чтобы наш храм, Покровский был храм, высеял в своей той красоте, которую он должен иметь. Так же, так же, вот, ну, вот, сейчас и священство, и духовенство храма старается, чтобы как-то вот именно достать средства к этому, но мы прекрасно понимаем, что, насколько средства здесь нужно вложить, чтобы восстановить храм такой, какой он должен и быть с вами. Поэтому, друзья мои, дорогие мои братья и сестры, улюпинцы, казаки и казачки, да, вот, переживайте же вас, за ваш храм, вы здесь родились, вы здесь воспитывались, вы здесь крестились, как я уже говорил, вы здесь венчались, да, поэтому, это, здесь духовенство, которое выросло, молодое духовенство, оно выросло тоже, приходилось сюда, еще мальчишками помогало, так? Кто растил? Вот храм Покровский собор. Так что нам надо все сделать, все сделать то, чтобы этот наш храм Покровский засеял в той красоте, которую он должен иметь, которую он должен обладать, потому что здесь наше единственное святыня нашей области. Это, вот, нашего края, улюпинская икона Божией Матери. Так что, дорогие мои, крепче молитесь, крепче думайте об этом, да, желайте этого, чтобы храм, наш храм Покровский, посеял в твоей красоте. Вот с этим я вас, к этому, с праздником я вас поздравляю, и к этому я вас призываю, чтобы следующие престольные праздники нам уже не так, не в такой тесноте, да, и в таких неудобствах находиться, а все-таки, ну, мы должны стремиться, чтобы храм наш был быстрее отстроен. И даты грядут теперь такие круглые, 400 лет улюпинскую теперь, да, вот, почему, если мой город будет красивый, а храм будет стоять весь ободранный, ну, какая будет радость от этого? Так же? Да. Я думаю, так же. Так что, дорогие мои, крепче этого желаете, да, наверное, и вам будет от этого тоже большая, большая отрада. Продолжение следует...